ПОМИДОР После высадки была погода более-менее нормальная. Заморозков не было, поэтому укрывать от холодов не пришлось. Но два сорта, Рио Фуега и Рио Гранде, листья от холода, плюс четыре пажа в деле. Это вот этот сорт и этот сорт. Но на данный момент эти сорта выглядят уже хорошо. Цветочки еще небольшие, не расцвеченные, но уже начинают свистеть. Причем вот три рядочка забором прикрывается вторая половина дня свет. И в них позже наблюдается цветение, наблюдается позже. Но помидоры, которые растут у забора, и которые имеют возможность отдыхать во второй половине дня, свой урожай дают дольше. Какие процедуры ухода произвела за это время? За это время два полива было. Одна подкормка. Рассказывала, когда садила, как буду ухаживать. Если кому интересно, можете внимательно посмотреть. То есть первый раз я немножечко полила и сравняла ямки. Второй раз вот немножко окучивала. Что дает это окучивание? Оно дает не только дополнительные корни, оно еще и поддерживает помидор. Он такой более коренастенький становится. И стараюсь обрывать все, абсолютно все нижние пасынки. Вполне достаточно. Вот первая кисть цветения, вторая кисть цветения. И вот этот верхний пасынок, вот этот верхний пасынок уже можно оставлять на низкорослых. Все. С этого момента я прокладываю капельный полив и замульчирую тем количеством травы, которое у меня будет. И все. Дальше жду урожая. Я уже произвела одно профилактическое опрыскивание от фитофтороза. Но для того, чтобы помидоры хорошо себя чувствовали и были крепче к болезням, можно сделать опрыскивание дальше и луковой шелухой или сывороткой. Но никакими химическими препаратами после цветения я помидоры не обрабатываю уже дальше. Если погода будет хорошая, они болеть не будут. Если погода не сложится, первый урожай все равно обеспечен. Ну, вот такой уход за низкорослыми помидорами. Вот последний ряд помидоров. Это помидоры, посеянные 9 марта. Вот они, видно, что они отстают, они еще не цветут. То есть они будут чуть позже. Но, в принципе, был такой замысел. Вот только ранее запоздали. 9 марта эти развиваются нормально. Если там видно дальше, рядко у меня высокорослых помидоров. На данном этапе эти помидоры ничем не отличаются от низкорослых. Даже чуть меньше размером. Потому что в молодом возрасте не должен помидор высокорослый быть высоким. Это потом у него зависть будет позже. И потом он будет расти, продолжать свой рост. А детерминантный остановится. Потому что некоторые считают, что если высокорослый, то должна быть высокая рассада. Нет, она не должна быть высокая. Она точно такая же на ранней стадии. А потом уже, конечно, они будут отличаться. Уход точно такой. До цветения, во время цветения лучше, профилактическое опрыскивание. И вот они уже тоже окученные. Расложу капельный полив. И раз в неделю буду поливать. Только раз в неделю, не чаще. Если дожди, то полив вообще не нужен. Почему я поливала два раза? Потому что стояла жара. Сорокоградусная жара. И не полить нельзя было. Причем полив не сильный на ранней стадии. Чтобы помидоры не тянулись вверх. А росли коренастыми. Тогда они будут и крепче. И нам легче будет в обработке. Вот такие мои первые наблюдения. Кому может понравиться мой способ посадки. Оставайтесь с нами. Будем наблюдать дальше. Будем ждать урожая. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok